Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Маша, и я живу в Шуцаре. Болталка. И сегодня я вечная болталка о том, как я вообще, получается, больше недели живу с такой вот непривычной, по всех смыслах этого слова, стрижкой. Как я себя ощущаю, как к этому отнесся и относится мой муж, что мне это дало. И если вам интересно, то продолжайте, пожалуйста, смотреть. Я очень рада, что вы здесь со мной. Я уже говорила о причине, по которой я совершила это, своими волосами, своей внешностью. Поэтому, если вам интересно узнать причины, то посмотрите, пожалуйста, видео об этом. Что я могу сказать? Меня пару раз спросили, как к этому отнесся мой муж. Честно говоря, когда он только пришел домой и увидел, что вот я теперь выгляжу вот так, и это при том, что я еще достаточно сильно похудела. Он сначала, конечно, начал переживать, потому что, ну, представьте, ты приходишь домой, действительно, не ждешь. Я не сказала ему, что когда ты придешь домой, не пукайся. Не пукайся, я постриглась. Поэтому это стало для него такой полной неожиданностью. И, конечно, он сначала заволновался и сказал, что случилось. Но как-то я рассказала ему о всех тех причинах, о которых я рассказала вам в своем недавнем ролике. Он меня понял, поддержал. И сказал, что, в общем-то, несмотря на то, что я, конечно, очень криво постриглась, потому что я сделала это сама. Знаете, я часть сприла машинкой, потом поняла, что машинка спривает так, что реально сейчас не останется вообще ничего на голове. И я начала постригать ножницами. Таким образом, у меня сейчас на голове, не пойми что, потому что здесь у меня очень-очень мало. Потому что здесь у меня очень-очень мало волос. А здесь чуть больше. Здесь как-то криво косо сзади. Я, честно говоря, тоже не представляю, что происходит. И я жду, когда это все отрастет. И потихоньку уже сейчас, да, когда она немножко отрастает, я так подравниваю. Потому что все равно еще вот эта идея, что я сделала это с собой сама. И я хочу, чтобы дальше так было. То есть я не хочу обращаться к парикмахеру, да, к какому-то специалисту. Тем более, что в Швейцарии, честно говоря, такие бьюти, да, чёртся показывают. Такие специалисты, что если я очень сильно постараюсь, я и сама все смогу сделать. Если слышите какой-то посторонний звук сейчас, это у нас стригут газон. Я ничего с ним поделать не могу. Когда бы я не начинала снимать видео, когда бы мне это было бы, когда бы мне это не было удобно, обязательно что-то, какой-то, какой-то, какой-то замес. Вот, и это только... И еще что я хочу сказать о своем муже. Он достаточно давно мечтал, чтобы я постриглась. Он мне показывал фотографии жены Сильвестра Сталлоне, по-моему, как-то так зовут. Приджит, да, Приджит, да, I remember it. Честно говоря, не хочется угуглить. Такая-то высокая. Это актриса восьмидесятых с очень короткой стрижкой, и она была блондинка. И вот он мне показывал и говорил каждый раз, вот если бы ты так постриглась, у тебя такая длинная шея, как бы ты хорошо выглядела, давай попробуем, давай попробуем. И сейчас, когда мои волосы стали выглядеть уже так более-менее прилично, я не похожа на какую-то краску сумасшедшую, да, когда выхожу на улицу, он начинает все больше и больше проникаться этой стрижкой, ровно так же, как и я. И давайте теперь немножко расскажу вам о каких-то своих ощущениях. Вы знаете, во-первых, я действительно проверила свою самооценку, мне абсолютно все равно, когда я выхожу на улицу, когда я общаюсь с людьми, знакомыми, незнакомыми, мне абсолютно все равно, как на меня смотрят. И когда меня спрашивают, ты постриглась? Я говорю, да, я постриглась. Меня спрашивают, почему? Я говорю, потому что это была такая моя личная реакция на стресс. И если кому-то интересно, я рассказываю подробнее, а если кому-то неинтересно, то you know what I mean. Самое первое и очень положительное лично для меня, для моего какого-то развития момент, это то, что мне правда все равно. То есть я хожу в зал, например, каждый вечер, и там у меня уже сформировался какой-то круг общения, какой-то круг знакомых людей. И мы шутим на эту тему, и всем нормально. Это очень большой плюс, и я горжусь и собой, и знаете, какая-то такая проверка для окружающего тебя мира. Это тоже очень интересно. И, в принципе, практически все, да, кого я встречаю, они говорят, что тебе очень идет. И более того, я сама замечаю, что мне очень идет. И, возможно, даже вот в этой стрижке я как будто бы больше я. Не потому, что она маскулинная, не потому, что она отличается от других, не потому, что она такая, знаете, немножко кричит о том, что, ой, я там либо творческая личность, да, либо она кричит о том, что я какая-то особенная. Нет, но мне в ней очень комфортно. Я вот в этой стрижке чувствую себя человеком. Это как, знаете, когда я говорю, что когда я смотрю на горы, я чувствую, что живу на планете, а иногда, когда ты гуляешь, например, по городу или снеждом, ты об этом забываешь. И ты как-то внутри себя противопоставляешь Землю, например, да, и какие-то планеты, про которые ты смотришь, там, по телевизору или на ютубе. И здесь то же самое. То есть иногда мы забываем, что мы люди, а с этой стрижкой я каждую секунду об этом помню. Я человек. Я женщина, мне не хочется выглядеть менее привлекательной сейчас, в плане того, что я не забила на свою внешность, да. Я, более того, даже еще, наверное, тщательнее слежу за своим весом, потому что такая стрижка обязывает. И я чаще хожу в спортзал, хотя, казалось бы, так вот, даже чаще я больше бегаю, я питаюсь правильнее. И вы знаете, вкупе это, естественно, оказывает положительный психологический эффект, потому что правильное питание, здоровый образ жизни. И какие-то позитивные мысли, они еще никому не вредили. И вот, знаете, есть такое физическое ощущение, что я как будто бы действительно отрезала вот всю ту плохую историю, которая накопилась у меня. Понятно, что, тем образом, я никому не помогу, да, но такое ощущение, что какой-то груз, который я несла на своей голове, он как будто бы улетучился. Мыть голову стало гораздо удобнее, то есть этот процесс у меня занимает, я не знаю, там, вообще 3 секунды. Самое интересное, что я всегда смотрела, как мы можем мыть голову, потому что я тоже такой ежик на голове. И я начала мыть голову точно так же, так уху-ху, и все. Сейчас я жду, когда они немножко отрастут, чтобы можно было делать какие-то более-менее приличные прически, в плане того, что, ну, как-то это залезать, да. Но в целом, знаете, я почувствовала, во-первых, вот, если понедолжить, я почувствовала, что я отрезала что-то плохое. Так, знаете, когда накапливается какая-то гора мусора, и тебе все, руки не доходят от тебя ее вынести, и как-то ты ее выносишь, как будто пространство начинает джать и очищается. Я почувствовала какую-то внутреннюю свободу, потому что я обрела, я как бы отвязала себя от своей внешности, растождествовала себя со своей внешностью, оставив только то, что я человек, то, что я человек, который заботится о себе, об окружающих, который с уважением относится и к своему внешнему виду, да, и к... именно из уважения к окружающим, да, скажем так. Но я это не красивая, да, привлекательная или симпатичная девочка. Я женщина, я человек свободный и сильный. Я думаю, что, знаете, вот первые несколько дней, наверное, дня три-четыре я смотрела на себя в зеркало, думаю, господи, что же я сделала? Что же я сделала? Но я гнала от себя эти мысли, потому что у моего поступка есть и философская, и какая-то, знаете, моя внутренняя мотивация, и я гнала эти мысли, потому что она что-то бессмысленно. И... в какой-то момент они просто перестали приходить. Так опасая нога проехалась по паркету. И... сейчас мы просто хорошо. Наверное, так. Это, наверное, то, что я могу сказать о своем внутреннем состоянии. Так, в качестве какого-то бонуса, хотела с вами поделиться. Я посмотрела, уже вышел новый сезон «Черного зеркала». Если вы, так же, как и я, сериальный маньяк, то вы, конечно же, знаете, да, про этот легендарный сериал, как только они не выпускают новый сезон. Боже мой, какой же это провал. Мне очень интересно узнать ваше мнение. Если у вас есть доступ к Netflix или вы где-то находите этот сериал, пожалуйста, напишите, что я не одна такая. Потому что мне понравилась только третья серия, которая такая про двух космонавтов. Все остальное так поверхностно, так как-то тяп-ляп. То есть ты считаешь, что если ты уже сняла такой неплохой сериал, то тебе можно, знаешь, так все на отстань сделать. Мне даже как-то было обидно. У меня день рождения, 27 июня. И я знаю, что сейчас вот выходит этот новый сезон. Я думывала, я думывала, передумывала. Я думала, что я его не буду смотреть. Я его посмотрю прямо на свой день рождения, потому что в этот день у меня, в этот рабочий день, муж будет на работе. И как я могу себя лично порадовать? Как я могу себя лично порадовать? Чем? И вот так как это вчера у меня было такое настроение, я включила сезон. Боже мой. И я думала, слава богу, я не оставила это все на потом в качестве подарка, потому что это какое-то разочарование. Зато я посмотрела тоже на Netflix сериал, который называется «Охотник». Заразные у меня охотники. «Mind Hunter» — это уже не только что вышедший сериал, он 2019 года, там два сезона. И все, кто любит детективы, кто любит психологию, кто любит реально, я знаю, там, истории про маньяков, я вам рекомендую этот сериал просмотр, если вы по какой-то причине еще пока его не посмотрели, да, и только сейчас у вас до него дойдут глаза и руки. Я вам искренне его советую. Также от вас я жду каких-то новых рекомендаций. Фильмы, сериалы, книжки. Вы знаете, я всегда прислушиваюсь, у меня все всегда. Я всегда это в комментариях помечаю, я себе что-то выписываю, ищу в Google. Так что, пожалуйста, мне будет очень важно услышать ваше мнение. О чем еще могу вам рассказать, раз уж такая у нас получается болталка, я полностью закончила свою коллекцию, первую коллекцию картин, насколько у меня больше 15 картин. я решила, что как художник, как модельер, так, который пускают сериями, я тоже хочу придерживаться такого плана. И моя первая коллекция, там два основных элемента. Анюдзи на глазки, космос. И каждая моя картина представляет собой определенный этап развития космоса, человека, души. Это что-то такое экзотенциальное, и каждая картина что-то означает. Я горжусь собой, потому что получилось более продуктивно, чем я могла бы представить, более талантливо. Вот. Поэтому, как только будут какие-то новости, да, про выставку или продажу, я обязательно вам расскажу, поделюсь с вами своим счастьем. Потому что я уверена, да, что все будет, все сложится так, как я этого хочу. Потому что я вложила в это душу, я вложила в это смысл, я вложила практически весь свой такой непрофессиональный талант художника. Давайте покажем, это такой вот слоник. Я купила его, никогда не укатайте, сколько? За один франк, у нас был воплошенный рынок, в нашем городе, который называется Морж, и у меня мама собирает коллекционировать слонов, я когда его увидела, я просто не смогла пройти мимо, потому что, знаете, вот кто-то мне писал, что ему нравится книжка про ломитролей, и этот слон похож на «хоти в нато». И когда я его увидела, я подумала, «Ты же, хоть в нато, его нужно срочно взять себе домой». И муж спросил, сколько он стоит, такой вот два франка. Говорит, у нас есть только пять, но нам что-то нужно разменять, для этого было правдой. Для парковки, потому что здесь парковка не принимает карты, парковка принимает только мелочи. Вот, и в общем, говорит, ладно, а уже рынок сворачивался, конечно, такой по этому. Говорит, ладно, давайте сафранка. В общем, такой вот слоник. Такой вот слоник. Такой грустный слоник. Реально очень похож на «хоти в нато». Вот детские воспоминания — это одно, да, потому что взрослое осознание — это осмысливая, это совсем что-то другое. Если вы читали мумитроли и понимаете, о ком я говорю, про «тифнатов», что это должно символизировать? Вы можете мне подсказать? Потому что я все думаю, у меня много каких-то версий-клоперзиц, но я не знаю. Следующее, что хочу показать, это такая свечка, которая уже подошла к концу. Ну, как она не подошла к концу, но у нас почему-то как-то с мужем такая привычка, что мы не жжем эти свечки на конца. Не знаю. В общем, у меня такая деревянная крышечка. Кстати, очень вкусно пахнет свечкой. Купят, по-моему, в каком-то вашем местном продуктовом магазине, но запах у него такой неплохой. Пахнет цитрусом, специями. Вкусно? Даже крышка пахнет такой вот этой крышкой. Посмотрите. Я взяла эту крышку, потому что я помню, в какой-то момент, как-то у меня закончились все холсты, руки чешутся уже, да, и я взяла такую вот крышку деревянную и тоже расписала ее окрылыми красками. Получился такой, какой-то непонятный орнамент, да. Да, очень-очень приятно было эта крышечка. Ну что, большое спасибо, что послушали мою болталку. Подписывайтесь, если еще не подписаны на мой канал, отмечайтесь в комментариях и обязательно наделитесь этим роликом с тем, кто, по-вашему, в этом нуждается. Потому что ASMR-терапия это самая лучшая терапия. Всех обнимаю. Всем еще раз большое спасибо. Я вас очень люблю. Ваши-ваши. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!